Знаете, хотела бы поблагодарить пастора Александра. Знаете, он два дня аппаратуру здесь налаживал. Но я спущусь иногда, посмотрю на это все, думаю, боже, как он выдерживает. Поэтому спасибо. Он сказал, что звук был неподходящий, он сделал подходящий. Я говорю, правда, громко, пастор Андрей говорит, это громко, когда не поешь. А когда поешь с прославлением, рот открывается, барабанные перепонки, что-то с ними случаются, и уже нормально. Так что учитесь. Поэтому давайте поблагодарим пастора Александра. Вся слава Господу, но благодарить мы людей тоже должны не забывать. Вроде бы он приехал, тут пережидает время, пока получает разрешение на ПМЖ, потом поедет в Бургас, и никто его не просил, не заставлял. Вот человек, слава Богу, услышал, что звук нужно поменять. И взялся и сделал это, слава Богу. У нас тоже, знаете, у нас всю эту неделю были гости. И я Геннадию говорю, у меня в 8 утра домашнее служение на 5 человек. Ну, в смысле, накрывать стол. И каждый вечер по 5-6 человек опять накрывать. Вчера уехали братья утром. И такие, ну, слава Богу. Аллилуйя. Вова Шенюк звонит, говорит, меня это не пропустило Турция, я к вам возвращаюсь. Я говорю, ну, ладно, давайте. Вечером покормили, утром покормили, на такси посадили. Говорю, Вова, пожалуйста, пусть Бог благословит. Ну, я не жалуюсь, для меня это большое благословение. Но я так чувствую, утром я подустала. Вы знаете, открываю дверь, а у меня к двери положили две тарелочки. А там блинчики с творогом, блинчики с луком, с яйцом. Ну, в общем, я не буду говорить, кто, я догадалась, конечно, кто. Мне вот такое благословение принес. Знаете, слава Богу за то, что в теле Христовом у нас есть вот это вот движение. Когда мы отдаем, Бог, Он видит, Он не оставляет. Я прохожу сейчас обучение по бизнесу. И вы знаете, бизнес, учителя, да, они говорят, вот это вранье на самом деле, что ты достигнешь какого-то положения, и на тебя будут все работать, а ты только будешь отдыхать. Вы знаете, это замануха. Он говорит, я знаю таких владельцев бизнеса, которые лежат там где-то на пляже, отдыхают, но я хочу сказать, что их руководители недолго будут это терпеть. Ну, понимаете, да? То есть нет такого у нас положения в христианстве. Я занял какой-то пост, да, и мы постоянно служим. То есть есть определенные законы, но когда мы служим другим, Бог нас продолжает благословлять. Да, вот, и сейчас я перехожу к Абаю. Знаете, когда я брала ему билеты, вообще обычно билеты из Казахстана в Стамбул приходят ночью, или поздно вечером, или ночью. То есть ему нужно было где-то переночевать. Я думаю, человек первый раз в Стамбуле. Я помолилась, есть хорошие билеты, но они дорогие. Я помолилась, ну, начинаю листать приложение, смотрю, не могу глазам поверить. Нормальная цена, прилетает в 9 или 10 утра. Думаю, да это вообще просто подарок. Ну, думаю, единственное, будет до вечера, где-то ему нужно будет время провести. И вот он на днях признался, что с ним произошло вообще в Стамбуле. Поэтому я попросила поделиться. Можно? Приветствую вас всех. Здравейте на всички. Да. Так как я первый раз буду в Стамбуле, я очень подробно спрашивал у Наташи маршрут. За первый перчат, чтобы я был в Стамбул, и Стамбул затва подробно упиток Наталья за маршрут оси. И она мне действительно снабдила всем необходимым, всем необходимым информациям. Но первая осечка была в аэропорту. И первая проблема в имах во влече, что-то. Наташа сказала, что там есть интернет, не беспокойся. Наталья говорит, там има интернет, не себя беспокой. Я у всех спрашиваю, где интернет. Они говорят, там. Я спитам всички, где интернет, и ты оказываешь там. Прихожу к следующему, он говорит, там. И я дошел до конца коридора. Там ничего нет. И я потратил время так вот. Ладно, сел на автобус. Приехал в Атагар. И ищу, где этот Атагар теперь. Везде одинаковые просто магазинчики и все. Вот. Хожу, хожу, не нашел. И решил вернуться к автобусу. Смотрю, там чемоданы раздают. Там раздават куфари. Я, оказывается, про чемодан забыл. И я сейчас заправил свой куфар. Взял чемодан. Взял свой куфар. И спрашиваю у водителя. И питом в удача. Мне надо в Болгарию, в Варну. Трябва достигна Болгария, в Варна. И водитель говорит, вот водитель. Ну, показываю на другого. Ты показываю на другие шоферы, и показывай эту. Я спрашиваю, вы водитель? Я спрашиваю, вы шофер листы? Он говорит, да, водитель. То я показываю, да. И он говорит, пойдем за мной. И говорит, ты можешь вечером уехать. Можешь заменить вечер-то. За 37 евро. За 37 евро. Либо через час за 50. Или через час за 50 евро. Ну, насколько я помню, вот, ну, Наташа, кажется, говорила про 55. И как-то вспомнил, Наталья оказывала за 55 евро. Я думаю, о, как повезло. Я сказал, эту, каковы косметимом. Я говорю, конечно, соглашаюсь на ближайший. Соглашаемся за 50 евро. Мы идем в какой-то офис. Учила мы в некий офис. Мне говорят, дайте паспорт, деньги. И мне казалось, дайте паспорт и парите. Ну, я дал деньги и паспорт. Потом говорю, дайте билет. Они говорят, билет потом будет. И мне сразу показывают на человека. Он берет мой чемодан и говорит, вот он вас поведет. И я говорю, ладно, пошли. Потом встретился с водителем того автобуса, с которым я приехал в Атагар. И он в чем-то упрекал этот водитель, в чем-то упрекал моего сопроводителя. Да, и тоже шофер по некому значиму нечто нехаресал в моем придружителе. Я спрашивал у водителя, все нормально. И потом шофера, всичку наряд ли? Он говорит, все нормально. Так а со всичку наряд. Зашли в лифт. И тут я начал искать паспорт свой. И започнил досидывшийся паспорта. И нету его нигде. И гуняма никуда. Потом сопроводитель видит, что я ищу. И дает мне мой паспорт. Мы садимся в метро. Я спрашиваю, куда мы едем? Он говорит, сейчас другой автовокзал. Он тоже международный. Он лучше даже, чем от Агар. То и похував от Агар. Ну, ладно, едем. Я сказал, добре, уйти у вами. И время идет. И время тут все вырви. Я говорю, и когда мы будем? И куда же ты пристегнем? А он говорит, через 15 минут. И то оказывается лет 15 минут. И там, ну, когда в метро едешь, вокруг там такие старые заброшенные дома. И когда ты путевах мы в метро, видях мы различные клышки старые. Ощущение, как будто мы в трущобы куда-то едем. И в этот момент я начинаю думать над странностями. Почему мне сразу не дали билет? Почему я с этим согласился? Вот. И я подумал, а вдруг сейчас меня ограбят? А я везу вещи, ну, по просьбе моих друзей. Мне будет неудобно. И меня беспокоит, что у меня нет интернета. И, чтобы успокоиться, я разговариваю с этим сопровождающим. Ну, чтобы проверить, насколько он нормальный. Вроде нормальный. И я думаю, ну, надо теперь до конца, раз уже началась история, надо до конца как-то эту историю закончить. Мы вышли из метро. И он мне говорит, там Европа, там Азия. Там по какому-то переходу мы пришли. Пришли в какой-то коммерческий автовокзал. Стигнах мы некакого коммерциалного автогара. И пришли в офис. Влязох мы в офис. Это маленькая комната. Малка стаечка. Куча вещей там. И много нечто там. И со мной вот, ну, там человек сидит и дает мне билет. И я, ну, я обрадовался, что все-таки это история с хорошим концом. Потом сопровождающий просит чаевые. И тот, кто в офисе ругает того человека. Он говорит, я же его сумку таскал. И обаче той казва, аз носих неговата чанта. Да, сумка у меня была тяжелая, неудобная. И чанта наистина беше тежка и неудобна. И он все время ее носил. И той предстояло то время я носил. И, ну, я поэтому, ну, от радости дал ему чаевые. И там встретился с одним русским из Варны. И вот он сказал, говорит, ой, я, говорит, не знал, что есть возможность так вот быстро уехать с утра. И то, оказывается, не знаю, чима такая возможность рано с утра на тэ до сезамины. То есть мы из Атагара приехали в Аксарай. От Атагар стигнах мы до Аксарай. И вот с Аксарая, оказывается, можно сразу же уехать. И что нам, ну, очень повезло. Вот, и действительно, я приехал раньше, ну, то есть я должен был приехать в 6 утра, Наташа говорит. Я приехал в час ночи. Ну, как, это вот хороший конец. Для меня это опыт, конечно. Взамен твой опыт. Первые поездки по Турции. И я подумал, что, да, турки молодцы. А в смысле, что турцы с добры. Они работают на туристов. Работят на туристов. И как этот русский объяснил, что они все работают, а это все посредники. И тоже русский объяснил, что они очень рады заработать лишние 10 евро. И много се радуют, да спечелят повече 10 евро. Готовы, ну, там, потратить полчаса возить меня и таскать мои чемоданы. Готовы, да исхарчат один час, задамы, водят, доносят мои те нечто. Ну, как бы, я с этим, ну, с такой культурой не был знаком. И не ожидал. Вот, и, ну, теперь буду знать, что такое Турция. Какие там предприимчивые люди. И не буду так переживать, как первый раз в этот раз. Слава Богу. Слава на Богу. Если это свидетельство. Спасибо. Да, слава Богу. Он мне когда рассказал, но думаю...